МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Ирина Алексеевна. На сегодняшний день общество у нас очень интересуется иностранными языками. Мы рвемся их изучать. Соответственно, возникает очень много различных центров, коммерческих, некоммерческих, которые предоставляют нам эти услуги. Вот ваш центр, созданный при университете, чем он отличается от каких-то других фирм, центров, которые обучают иностранным языкам? Главное наше отличие – это то, что нас можно считать своего рода государственным учреждением, поскольку работаем мы на базе Института иностранных языков. Для тех, кому это непонятно, ранее был факультет иностранных языков в рамках вуза, в Рязанском государственном университете имени Есейна. И, я думаю, имя наше уже, и университет в целом, обо всем этом говорит и создает нам определенную репутацию. Далее можно отметить, что преподаватели, работающие в нашем центре, это исключительно преподаватели, которые работают на очном и на заочном отделении в ВУЗе. То есть у нас нет приглашенных каких-то специалистов. То есть вы никогда не столкнетесь с тем, что у нас работают студенты или люди, чья квалификация весьма сомнительна и составляет всего лишь некие курсы, пройденные ими ранее. И следующий момент – это то, что мы приглашаем к себе практически всех. То есть в этом году по набору, который идет сейчас, самому маленькому слушателю 6 лет, самому старшему слушателю за 50. Ребенок может прийти к нам еще до школы или буквально с первого класса и продолжать у нас обучение вплоть до 11-го, решив в финале, например, подготовиться к сдаче единого государственного экзамена. Что касается взрослых слушателей, то здесь опять же следующий момент. Мы стараемся обеспечить личностный подход, который будет заключаться в следующем. Люди приходят к нам и заявляют свою цель. То есть помимо программ, которые есть базовые, люди могут заявить свою цель, свою потребность. Мы постараемся им ответить. Мы можем создать малые группы. Это может быть английский сугубо для профессионального применения. Это может быть английский, то, что называется на языке survival English, так называемый английский для выживания, когда вам нужно в кратчайшие сроки освоить что-то, чтобы чувствовать себя уверенно за границей. И что касается наших студентов и студентов вообще других вузов, которые приходят к нам, мы даем им основу для того, чтобы... Опять-таки наш вуз предлагает множество стажировок. И здесь уже дело заходит, выходит, вернее, за рамки английского языка. Это и японские языки, и испанские, которые безумно востребованы сейчас. То есть мы им даем основу для того, чтобы они могли выехать за рубеж и получить образование там. Даже если это не полное образование, а нахождение там в течение трех месяцев, года. Но это именно вот такие обучающие программы. Помимо английского, японского, испанского, это то, что вы уже называли, какие еще языки можно изучить в вашем центре? К европейским, то есть к английским мы добавляем, безусловно, французский и немецкий. Соответственно, это испанский, как я уже сказала. Из восточных это японский, и из восточных это арабский. То есть вот на данный момент это основные языки, которым мы занимаемся. Есть возможность изучения шведского, но здесь проблема в том, что он сам по себе не так востребован, не в рамках города, я бы даже, наверное, не сказала, что в рамках региона или страны. Но есть-таки опять возможность заняться шведским языком для желающих. Скажите, вот из тех языков, которые вы сегодня назвали, все востребованы, все пользуются популярностью у слушателей. И какие все-таки наиболее популярные? Популярность английского, наверное, никто под сомнение не ставит. Потому что мы никуда. Все понимают, что уже, наверное, и такое очень-очень взрослое поколение дает себе отчет в том, что без этого языка мы не справляемся. Далее немецкий. Для нашего города немецкий как никогда стал популярным, потому что у нас в действительности существует много совместных предприятий. И люди хотят, особенно это студентов касается, быть конкурентоспособными при поиске работы. Поэтому немецкий востребован очень. Далее идет испанский. Возможно, это связано с туризмом, потому что достаточно открытая страна. И, кроме того, возможно, для всех привлекательен тот момент, что, опять же, постоянно я возвращаюсь к особенностям, но, тем не менее, мы предоставляем всю базу учебную сами. То есть, приходя к нам, вы затратите деньги исключительно на обучение. Далее я бы сказала китайский. Опять же, наверное, по таким же причинам. Японский. Японский потому, что к нам регулярно приезжают из Москвы представители фирм японских, и они даже делают заказ, просят, чтобы люди приезжали к ним. И у нас студенты, изучающие японский язык, имеют возможность пройти потом сертифицирование. То есть, получается, даже взрослый человек с нулевым уровнем языка все равно может к вам прийти? Безусловно. Все слушатели проходят тестирование предварительное. Это не касается только людей. Как раз вот то, что вы спросили, это взрослые слушатели, которые изначально заявляют, что они не знают ничего. То есть, это единственные люди, которые не проходят тестирование. Для них просто проходит общее организационное собрание, и, соответственно, они начинают занятия. Все остальные категории слушателей проходят также через процедуру общего собрания, только она для них немного другая. Они проходят тестирование, которое проверяется тут же, то есть, дополнительно никуда приходить не надо. Они тут же делятся на группы, им тут же, на основе тестирования, им тут же представлен преподаватель. И вот тут можно, наверное, еще одну особенность отметить уместно. У нас маленькие группы, то есть, от 4 до 8 человек. И мы даем слушателям возможность выбрать время и дни занятий самим. Вполне возможно, что сегодня нас кто-то увидел, кто хочет изучать иностранный язык, может быть, не обучается в Рязанском государственном университете. Каковы должны быть действия? Куда прийти? Где можно посмотреть расписание занятий? И можно ли записаться на занятия вот сейчас, когда, в общем-то, учебный год уже начался? Безусловно, сейчас идет набор, и он в полном разгаре идет. Уже некоторые группы запущены. В основном от школьников касается и взрослых слушателей, но набор у нас продолжается. Во-первых, он продолжается круглый год. У нас есть сайт, наш официальный сайт, РГУ, его очень легко найти. И там в разделе обучающимся вы можете найти лингвистический центр. Есть группа ВКонтакте. Это что касается, наверное, молодежи, кто активно пользуется все-таки компьютером. Есть группа ВКонтакте. Также лингвистический центр вы можете найти. Мы отвечаем всем, беседуем со всеми. Либо же это обычный звонок на кафедру в Институт иностранных языков, на кафедру лингвистики межкультурной коммуникации, где я непосредственно работаю сама. И вы получите любую исчерпывающую информацию. Просто надо сказать, что интересует нас лингвистический центр. После окончания обучения вы выдаёте какой-то аттестат, сертификат? Выдаём. Во-первых, мы его выдаём на разных этапах. То есть чтобы я начинала с того, что учиться у нас можно бесконечно, но с другой стороны это всё очень конечно. То есть человек может прийти на годовую программу. Это касается взрослых. Потому что действительно школа – это бесконечный процесс до 11 класса, который закончится успешной сдачей экзаменов. И это, наверное, лучшее подтверждение будет, нежели сертификат. А что касается взрослых людей, они получают сертификат с печатью вуза о том, что они прослушали такую программу с таким-то количеством часов, с такими-то разделами. То есть всё это там подробно перечислено. Но чтобы этот сертификат получить, надо сдать экзамен. Ну что ж, Ирина Алексеевна, большое спасибо вам за интересную беседу. Я надеюсь, что мы заинтересовали наших зрителей и количество слушателей у вас увеличится. Да, мы с радостью будем ждать всех желающих. Мы приглашаем и, в общем-то, обещаем, что если вы обратитесь за нашими услугами, получите положительные эмоции и качественный результат. Спасибо. Спасибо вам. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»